Сабина, расскажите, как вы познакомились с Георгием? Мы с Георгием учились в одной школе. Звучно мы как бы уже знали друг друга, потому что его мама учитель, она у нас вела труды, преподавала, моя мама тоже учитель. Ну и мы знали на уровне то, что есть Георгий, есть Сабина. А вот прям, когда мы уже начали с детства, так скажем, общаться и начали зарождаться наши отношения, это был 2013 год. Мы пришли с мамы на ёлку, там были Наталья Николаевна, моя свекровь и Георгий. На тот момент времени они уже жили в Воронеже, Георгий учился в университете. Мы поздоровались, пообщались, ну на этом как бы всё. И потом в новогоднюю ночь приходит сообщение, поздравление. Соответственно номер у меня был неопределён, но я почему-то поняла то, что это Георгий, не знаю, как это объяснить, но я точно помню, что я почувствовала, что это он. Ну я спросила, кто это, и это был Георгий. И вот с того времени мы с ним начали так уже общаться. Ну и наши отношения уже начали выстраиваться. То есть это была не любовь с первого взгляда, это вот постепенно вот к этому пришли. Да, мы по школе вообще не общались, потому что разница у нас с ним 5 лет. Соответственно, это, конечно, разные интересы абсолютно. Я там в пятом классе, он в десятом, ну понятное дело. Поэтому да, это не любовь. Ну может быть любовь с первого взгляда. Не знаю, когда мы там были на этой ёлке, может какая-то искра пробежала, не знаю. А временной период это какого? Когда вы начали встречаться? Какой это был год и когда поженились? Это был 2013 год, ну январь месяц, 8 число у нас так отправная точка наших отношений. Поженились мы в августе, 5 августа 2017 года. Георгий был военным, правильно? Когда мы с ним начинали встречаться, он еще не был военным. Он был обычным студентом. А когда мы уже с ним поженились, да, он был военным человеком. Университет окончил, нужно было определяться с работой. Он хотел быть военным человеком. Можно сказать, это его так мечта всей его жизни была. В свое время после окончания школы они с мамой подавали документы в Тульское артиллерийское училище. Но не сложилось. Туда не поступил. Поступил в политехнический институт на то время, на кафедру МЧС. Потом ушел в армию. С Хинвали он служил. Вернулся и закончил обучение. И вот после того долго искал. Это вот год. Мы уже вместе с ним жили. Я помню это его метание. Он ничего никогда не рассказывал. Всегда до последнего момента. То есть, когда все получится, тогда он искал. И потом он нам с мамой сказал, что я подписываю контракт. На тот момент времени вот тоже. По-моему, он был старшим сержантом. Он с армии вернулся в этом звании. И потом вот пошло, пошло, пошло дальше. Дослужился здесь до старшего прапорщика. Как-то все так тоже быстро, хорошо пошло по службе у него. Ну, ему это нравилось. Он себя чувствовал, как рыба в озе. Это была его профессия военная. И потом его отправили на курсы в Петербург. В артиллерийскую академию. Как-то так называется. И там он закончил. Ему дали лейтенанта. Потом нас переводят в Смоленскую область, в город. Мы там вот последние три года жили. И там дослужился до старшего лейтенанта. Как попал в зону СВО? Ну, во-первых, мы не знали вообще, что будет. Это же самое начало. 23 февраля 22 года мы позвонили Георгию. Поздравили его с Днем Защитника Отечества. Небольшая предыстория. У них, у военных людей, учения проходят два раза в год, один раз в год. По-разному бывает. И Георгий всегда ездил на эти учения. И как бы для нас это не было новостью какой-то. И в очередной раз, вот зимой, он говорит, что я поеду на учения. Ну, у меня ребенок маленький. Я не захотела в Смоленской области сама оставаться. У нас там есть знакомые, да. Но здесь мои родные, друзья, все близкие. И мы решили приехать сюда, в Воронеж, пожить с мамой, с его. С моей свекровой Натальей Николаевной. Вот. И все, он уехал, оставил нас здесь. И потом 23 числа он нам говорит, что начинаются учения. Нам, нас попросили убрать телефоны. Но это как бы тоже было нормой. То есть и в тех учениях им нельзя было пользоваться телефонами. Ну, нельзя, нельзя. Все, и потом 24 февраля мы включаем телевизоры. И наш президент объявляет о том, что началась специальная военная операция на Украине. И все. И с того момента две недели не было связи. Было очень тяжело. Потом через две недели он вышел на связь с нами. Там буквально секунда, очень плохо слышно. Он сказал, что все хорошо, будет возможность, я потом наберу еще. Ну, набирал. Потом на следующий день тоже, там буквально минуту мы пообщались. Ну, все хорошо. И в последующих уже звонках мы с ним созванивались очень редко. Поначалу как-то это может быть даже один раз в две недели. А потом уже ближе к лету, это один раз в месяц. Связи там вообще были очень какие-то жесткие проблемы с этим. Но всегда он говорил, что у него все хорошо, у них там все как полагается. Успокаивал. Незачем. Да. Вы говорите, что очень редко созванивались. Но в то же время вы писали в контакте о том, что у вас была такая письменная переписка. Вы писали друг другу письма. О чем он рассказывал в этих письмах? Да, но здесь вы, наверное, не очень поняли пост. Там письма писала только я. У них возможности писать не было. Потому что, во-первых, мы передавали эту гуманитарную помощь. И эти письма с фотографиями, которые я передавала ребенку. Мы передавали их только через тех людей, у которых были мы уверены. То, что они дойдут именно к нашим ребятам. Потому что вот поначалу там гуманитарная помощь, она как бы доходила до наших ребят. Но не конкретно вот там, где был мой муж. Она попадала в российские руки, да, несомненно. Но не конкретно там, где вот муж мой и его товарищи были. Вот. Но что я писала? Я в основном писала о том, как растет его дочь. Потому что он ее очень сильно любит, любил. Вот. Как мы здесь живем, что мы очень скучаем и ждем его домой. У вас была какая-то связь такая ментальная? Вы вот говорили, что он засыпал с вашей фотографией. Вы чувствовали это? Да. Ваше состояние? Мы с Георгием 10 лет вместе. Угу. Извините. Как вы узнали его в гибели? К нам приехали. К нам приехали офицерские жены, жена командира. И жена начальника штаба с двумя военнослужащими, которые там с мужем служили и сообщили о том, что Георгий погиб. Но это было странно на самом деле, почему они приехали. Мы подумали, что с Георгием что-то не так, но что он ранен. Но никак не погиб. Но, к сожалению, вот так. Он погиб 10 июня, да? 9. 9. А узнали вы об этом? Узнали мы число 12 июня. И вот эти вот три дня вы что-то чувствовали? Может быть, у вас было какое-то волнение, подозрение, что что-то произошло? Вот накануне, я не знаю, как это с этим связано. Во-первых, свекровь, моя Наталья Николаевна, мама Георгия, она в этот день начала печь оладушки. Она говорит, это очень странно, как будто поминала. Хотя эти оладушки мы, в принципе, мы не очень их едим. А в это утро она их сделала. А накануне я гуляла с ребенком. Я не знаю, почему такая история интересная произошла. Мы зашли в магазин, я выбирала себе шампунь для волос, купила. И выхожу и думаю, вот мысль такая пробежала, что вот я сейчас этот шампунь купила, а если вот Георгий не вернется вообще, к чему это все? Ну, конечно, знаете, я тоже могу это списывать на то, что мы вместе с мамой, с Натальей Николаевной, конечно, мысли были всякие, в голову лезли. Ты не знаешь, что с человеком. А когда там говорят, там, тру, груз 200 привозят. Ну, то есть этот труп у нас, когда начали особенно привозить, особенно там из танкового дивизиона, это было ужасно. И ты не знал вообще, что происходит там. И тебе никто не дает этой информации и никогда не даст. Ну, понятное дело, почему. Вот как-то так. Его похоронили здесь, в Воронеже, да? Да, его похоронили в Воронеже, на Буденновском кладбище, прямо перед храмом, могилкой его. Там очень много, всегда людей у него бывает, очень много. Всегда свежие цветы. Мы стараемся тоже каждую неделю туда ездить. И девочку с собой возим. Обстоятельства, при которых погиб ваш муж, вам неизвестно, да? Достоверные? Я не могу сказать. И, наверное, никто не может сказать. Получилось, он же не один погиб. Их погибло трое человек. По рассказам, что их накрыло в окопе. Ну, просто разорвало полностью. Вот так вот говорят. Как было на самом деле, я не знаю. А девятого он погиб, а общались вы последний раз когда? Последний раз мы с ним общались, наверное, 31 мая. Так получилось, что он звонил два раза. Он позвонил 31 мая. До этого мы с ним не общались месяц. Он позвонил, сказал, что все хорошо, как всегда. И тут птичка нам донесла на хвосте о том, что Георгий выходит в отпуск. Он должен был выйти 13 июня. А погиб 9. А потом он мне позвонил 1 числа и сказал, чтобы мы задержались здесь у мамы. Потому что мои родители живут в области. Я хотела на лето уехать к ним с Евой, чтобы там воздух. Понятное дело, деревня, это не городская суета. Но он позвонил и попросил, чтобы мы задержались. У Георгия такая фишка была. Он всегда приезжал с сюрпризом. Никогда не предупреждал. Всегда приезжал с сюрпризом. Но здесь я уже знала. Потому что начали выходить оттуда с февраля месяца потихонечку военнослужащие. И жены, конечно, писали в этом чате о том, что мой муж там выйдет вот так вот. И потом уже, я не знаю, списки, не списки были. Ну, в общем, я узнала то, что мой Георгий должен был выйти 13-го числа. И тоже там ряд событий. Это, знаете, как судьба, не судьба. Не знаю, как объяснить. У него была возможность уйти раньше. Два. Две возможности было. Его подходила очередь. Ну, как бы я не знаю, что у них там было. Правда, очередь, не очередь. Но он пропускал. Он говорил то, что сходите вы. Он такой человек, знаете, для товарища, для своих. Он сам пойдет. Но вот главное, чтобы сходили. Младший офицерский состав. Не офицерский состав. Не важно. Ну, просто вот так вот он относился к людям. Ну, и 13-го числа он должен был выйти. Нашу машину уже подготовили. Она стояла. Соответственно, ее переобули там. Потом мне уже сказали на летнюю резину. Этим всем занялись. То есть машина уже все готова была выезжать за ним туда. Ну, к границам. Но, к сожалению, не сложилось. И 12-го числа вот мы узнали, что он погиб. Он занимался футболом. Когда, до того, как пошел в зону. Он всю жизнь занимался футболом. А чем он еще увлекался? Это был безумно разносторонний человек. Особенно, если мы говорим про спортивную его жизнь. Он, мне кажется, занимался всем по чуть-чуть. У него не было там мастера спорта какого-то. Но он был вообще превосходный. Но он на коньках катался. И лыжами занимался. И легкой атлетикой занимался. Вот тяжелой атлетикой не занимался. И футбол, и волейбол, и баскетбол. Ну, вот, то есть всем занимался. И борьбой занимался. И боксом. Это вот настолько спортивный, разносторонний человек в этом плане, что да. Но футбол, это вся его была жизнь. Здесь лига дворового футбола. Вот здесь, пока мы здесь жили. Даже еще пока он не был военным человеком. Он, они часто играли здесь в командах. То есть футбол, да. Его жизнь была. И в честь него здесь ребята теперь проводят футбольный турнир. В честь имени Кругова. Для меня это, конечно, для нас, для всех, для нашей семьи. Это очень важно. Потому что, ну, как бы это о многом говорит. Его очень много знали людей. Только с хорошей стороны. Это не только потому, что я его жена. Я его люблю. У кого вы не спросите. Кто общался и знал Георгия. Ну, даже, знаете, не близко общал и знал. А вот на уровне, там, ну, здравствуйте, как дела. Это был очень хороший человек. Да, я видела в футбольном сообществе. Делали посты, посвященные вашему мужу. И, да, тоже видела, что матчи, да, устроили. Да, летом был первый матч. Вы присутствовали? Да, мы присутствовали с мамой. Мама выручала награду. Очень они красиво все это сделали. С фотографией, кубок. Это великолепно, конечно. Молодцы ребята. Вот. Были с мамой, да. У вашей дочки Еве скоро два года. Вот. Что вы расскажете об отце, когда она подрастет? Вы знаете, во-первых, Ева, она очень хорошо знает папу. Я не знаю, насколько она его помнит. Но мне кажется, все равно помнит. Потому что у них с Георгием была очень сильная связь. Георгий очень сильно ждал. Он ее очень сильно любил. То есть это из категории тех людей, которые приходят домой и не ложатся, смотрят телевизор. Это я не то, что утрирую, да, и принижаю. Я просто говорю, ну, понятное дело, хочется отдохнуть каждому человеку. Он приходил домой, он... Все обязанности на ребенка возлагались на его плечи. Он сам это хотел. Он ее брал, он ее купал. Первый месяц жизни я ее не купала, Ева. Она маленькая, я, честно говоря, боялась как-то. Он ее сам купал. То есть как будто у человека уже такой вот опыт в родительстве есть. Вот. На всех фотографиях, которые у нас дома, портреты, она четко знает, что папа, вот папа. Я ей уже объясняю, я ей говорю, потому что, чтобы потом у нее не было таких вот каких-то шокирующих вопросов, где папа и что такое. Она знает то, что я ей рассказываю, то, что твой папа погиб, защищай деток, защищай народ, людей. Чтобы вот мы все жили здесь счастливо, чтобы детки гуляли здесь вместе с тобой. Может быть, конечно, и скорее всего она еще этого не понимает. Но вот она знает, что папы нету. Как бы я считаю, это нормально объяснять и не вешать ребенку лапши на уши. А как она реагирует на его фотографии? Она его любит. Она улыбается. Целует фотографии? Да, и целует. Говорит, мой папа. Папа, папа, папа. Но она у нас еще, конечно, так не болтает. Ну вот папа, мама, баба. Все вот на таком уровне, она говорит. Да. Но на всех фотках у него такой дикий восторг, улыбается. И целует фото, да. А Георгий, вам снится? Вот вы знаете, нашим многим знакомым и друзьям Георгий снится часто. Уже кто-то мне спросит. Вот нам Георгий приснился. Вот буквально девочка на днях тоже писала. Георгий снился девочка. Они вместе учились. Вот. Нам как-то, знаете, поначалу вообще не снился. Потом снился. Сейчас вообще не снится. Вот, не знаю, может, месяца два назад снился. Редко очень. И маме тоже редко. А вам хочется, чтобы он приснился? Конечно. Конечно. Я всегда прошу о том, чтобы он приснился. Я не знаю. Я не знаю для чего, но просто когда ты во сне его видишь, ты потом просыпаешь. Конечно, ты потом просыпаешься, это очень сложно. Ты проснулся и начинаешь думать, что это вот был сон. И это не явь. И ты потом ходишь целый день, не можешь отойти от него. Тебе в то же время радостно от того, что он тебе приснился, и вы там хоть во сне как-то пообщались. Когда ты понимаешь, что больше такого никогда не будет, это сложно. А, Сабина, вы приняли участие в проекте «Жена героя». Что для вас значит этот проект? Да, в этом проекте я очень хотела поучаствовать. Я о нем еще знала до того, как он начал проводиться у нас здесь, на территории Воронежа. Для меня этот проект очень многое значит. Во-первых, мой муж Георгий, он всегда говорил о том, что все звездочки, которые вот здесь и вот здесь, они наши семьи. И я с этим абсолютно согласна. То есть мы — это лицо наших мужчин, тыл, который... Это быть женой военного, меня поймут, наверное, только жены военных. Это очень сложно. Это очень сложно. Когда постоянное расстояние, нет возможности, допустим, позвонить и так далее. Вот, поэтому я вот на своем примере и вот в постах, в тех же социальных сетях вот хочу показать, что жена военного — это, ну, не знаю даже, какое слово подобрать. Мощь, наверное. Ну, как и его имама, как и его семья, которую постоянно ждем. Все мы вот такая, да, мощная стена, что ли, куда можно вернуться. От всех, от всех невзгод, неприятностей, которые происходят. Что вы можете сказать тем женщинам, которые, как и вы, потеряли своих близких? Я хочу сказать этим женщинам, чтобы они нашли в себе силы жить дальше, не останавливаться в той точке, в которой они сейчас. Идти вперед, развиваться и обучаться. Сложно, и эта боль никогда не уйдет. Мы с Георгием 10 лет вместе, представьте, это часть моей жизни. И я уверена, что не я одна такая молодая с ребенком на руках осталась. По России это тысяча, а то и больше, я не знаю. И жизнь, она очень длинная. Нельзя останавливаться. Понятно, у нас есть, у кого есть ребенок, ребенок он спасет. Потому что ребенок заставляет встать утром, приготовить завтрак, поиграть. Ты не должен быть в унынии, в постоянном. Ты должен дарить ребенку вот эту вот всю радость, чтобы ее детство, его детство было хорошее, чтобы в его воспоминаниях это все сохранилось. Нужно себя полностью загрузить, начать обучаться, искать, не знаю, какие-то варианты, выйти на работу в крайнем случае. Но никогда не останавливаться в той точке, в которой вы находитесь. Нельзя, кому-то сложно. Я априори, наверное, просто вот такой человек еще, вот очень такой момент, как у меня, да, справляется, вот ты такая сильная, да это даже не сила. Во-первых, деваться тебе некуда, у тебя нет выбора. Во-вторых, передо мной всегда был вот образ такого идеального, вот говорят, идеальных нет, но Георгий был идеальный. Идеального человека, для которого не было неразрешимых ситуаций. Знаете, это даже сейчас вот как бы моя миссия, продолжать делать то, что делал он, чтобы сделал он, и как бы он это сейчас сделал. Ведь Георгий очень милосердный человек, он помогал всем, людям помогал, еду покупал. Хотя, вы знаете, вот тоже интересный момент, я, ну как бы не дичилась людей, но немножко так опасалась. Подходят люди там, купить и покушать. Люди, понятное дело, мне их очень жалко, но мне было всегда страшно с ними находиться. Георгий всегда еду покупал, деньги не давал, потому что деньги, понятное дело, идут на алкоголь, или еще куда-то, еду всегда покупал. И вот вы знаете, этим летом я три раза покупала еду. У меня люди никогда не просили еду, никогда. Всегда просили вот у Георгия. А в этот раз вот, и с тех пор вот у меня какая-то миссия, продолжать делать то, что мне так легче жить, когда я знаю, что я вот поступила так. Я вот, я очень много делаю сейчас. Просто всегда мы были за Георгием. Я даже не умела оплачивать коммунальные услуги. Это такое элементарное. Мы вот в кукольном домике жили. Я сначала до там одна жила, потом Ева появилась. Ничего не знали, ни беда, никаких забот, ни хлопот. Сейчас началась моя взрослая жизнь. Я так это называю. Когда нужно брать ответственность в руки не только за жизнь своего ребенка, но и за свою собственную жизнь. Вы справляетесь? Да. Я, наверное, справляюсь. Сегодня губернатор очень много говорит о мерах поддержки для семей и военнослужащих, погибших в зоне ИСО. Вы как-то ощущаете на себе эту поддержку? Вы знаете, да, ощущаем. Нам выплатили, ну не все положенное, конечно, но выплачивают потихонечку. И ребенку тоже выплачивают. Нам назначили пенсию. То есть, да, мы ощущаем эту поддержку. И большое спасибо. Потому что, конечно, было бы сложно. Без нее сейчас именно. Особенно мне. Девочке в декрете. То есть, понятно. Тем более я еще учусь. Ну я как бы учусь уже в аспирантуре. Но в любом случае это учеба. То есть большого заработка она не приносит. Пока что, я надеюсь.